Просто дырка на улицу. Смотрите, друзья, пропилили так, что виден следующий этаж. Чтобы не питать иллюзий, как он ровно смонтирован застройщиком. А здесь просто плитки нет, порожка нет. Тепло-шумоизоляция. И так пойдет. Друзья, ну вот смотрите, это труба. Экран самый дешевый. Что вообще есть? Аналогичная картина. На кухне на потолке вот такой бугор. Там просто дырка. А здесь временная коробка с электричеством. Куча мусора. Название подъезда, нумерация квартир. Здесь почему-то не хватило кусочка. Для меня вот на самом деле очень странно, тем более это Москва. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Жилой комплекс инноваций расположен в Московской области в поселке Новоивановское. Напротив комплекса Сколтех в Сколково. Сколтех это Международный технологический институт. Ну а полагаю, про Сколково слышали все. С транспортной доступности все достаточно неплохо. И остановки общественного транспорта в шаговой доступности. И МЦД Сколково. МЦД это Московский центральный диаметр. МЦД это новый формат транспорта, который объединяет в себя пригородные электрички и метрополитен. Создав фактически систему наземного метро. От станции Сколково до Белорусского вокзала вы доедете за 31 минуту, потратив 71 рубль по карте тройка. Застройщиком комплекса выступает специализированный застройщик Гранель-М. С уставным капиталом в 1 миллиард 999 миллионов 884 тысячи рублей. И 38 работающих сотрудников, согласно данных от налоговой инспекции. В 500 метрах от комплекса расположен детский сад за номером 33. Согласно официальных данных, вакантных мест нет. В октябре 2023 года на территории жилого комплекса «Инновация» открыли детский сад на 300 мест и дали ему номер 69. Но и это не спасло ситуацию с наличием мест. Немческий лицей в 200 метрах от жилого комплекса. Согласно официальных данных, вакантных мест нет. Зато есть места в частной школе и детском саде Венди, где стоимость обучения в начальных классах составляет от 61 тысячи рублей в месяц. Есть и другие частные сады. Обязательно на это обращайте внимание. Ведь если есть частные сады, значит с местами в муниципальных садах не все так радужно, как хотелось бы. Если бы там были места, то навряд ли бы открывались и работали частные детские учреждения. Из плюсов в комплексе выделено место под поликлинику на 62 посещения в смену. Но когда откроется эта поликлиника, неизвестно. Когда я подробно рассматриваю проекты застройщиков и экспертизу проектной документации, нахожу порой достаточно интересные сведения. К примеру, про машиноместа. В экспертизе сказано, общая обеспеченность машиноместами жилого района распределена следующим образом. Места хранения автомобилей не менее 40% в границах квартала. Оставшиеся 60% в границах жилого района. Вот вам и ответ, почему все дворы и проезжие части забиты автомобилями. Здание возведено по монолитно-каркасной технологии. Толщина перекрытий 180 мм. А звукоизоляцию, согласно экспертизе проекта, должны делать собственники помещений. На этом инновации не заканчиваются. Пока шел монтаж видео, в инновационном жилом комплексе «Инновация» прорвало трубу отопления под полом в алифтовом холле. А огнем строители отогревают замерзшие радиаторы. А мы думаем, откуда дым идет. В комплексе 5052 квартиры, 849 машиномест в подземном паркинге, 592 машиноместа на территории жилого комплекса, ну и, конечно же, есть места вне территории комплекса. Заявлена высота потолков от 2 метров 67 сантиметров до 3 метров. Класс энергоэффективности всех зданий «Б» высокий. Квартиры в комплексе представлены от студий до 4-комнатных квартир. Квартирография комплекса выглядит следующим образом. Студии и однокомнатные квартиры занимают 54% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 34%, Трехкомнатные квартиры 12% И четырехкомнатных квартир 26 штук. На момент съемки этого видео однокомнатную квартиру в жилом комплексе «Инновация» на вторичном рынке можно приобрести от 7,5 миллионов рублей. Мы с вами в жилом комплексе «Инновация» от застройщика «Гранель». Сейчас вместе с вами посмотрим, что же такого инновационного построил застройщик в этом комплексе. Данный жилой комплекс застройщик ввел в эксплуатацию 26 декабря 2023 года. Более 600 квартир и около 74 парковочных мест. Первое, что, друзья, нас встречает, это заезд в подземный паркинг. Мы здесь видим гидроизоляцию. Но, согласно проекту, здесь куча грязи, никакого благоустройства, зеленения, естественно, здесь нет. Только обратите внимание на эту красоту. И это практически Москва. Но зато мы здесь видим утепление. Смотрите, аж по две плиты положили. Все открыто. Лестничный марш вот такой кривой. Ну, наверное, так и должно быть. Назовем это, друзья, отмазкой вместе с тротуаром. И обратите внимание, какие амурские волны. Здесь почему-то не хватило кусочка. Что достаточно, по мне, странно. Здесь уже все ушло вниз. Здесь аналогичная ситуация. И здесь. Тут какой-то уклон в эту сторону. Но, по мне, как-то достаточно все странно. Здесь у нас ивент-фасад. Фибро-цементные плиты. А местами здесь пока ходил, уже видел, что их крепят на белые саморезы. Здесь пока не видно. Ну, вот видны вот такие места. И когда смотришь на весь фасад, то, конечно, щели эти бросаются в глаза. И внешний вид фасада немножечко другой, нежели чем на сайте застройщика. Вот они, кстати, обратите внимание. Вот они, саморезы. Видно, чтобы не отвалилось. Так выглядит благоустройство дворовой территории от застройщика. Видим детскую площадку. Достаточно, кстати, неплохо. Большое количество различных элементов. Ну, вот смотрите, тут песок, тут плитка. Вот смотрелось бы все хорошо, если было бы доделано. Тут мы видим, что вот на этой большой брусчатке замерзший песок. Уже такая парковка, биотуалеты. Здесь, конечно... Вот смотрите на лестничную машину, вот такой наискосок. Это, наверное, чтобы вода, снег вот сюда в одну сторону скатывались. И, конечно, когда я вот вижу вот эти трехэтажные подъемники, я вообще не понимаю, зачем вот это проектировать, почему нельзя было просто сделать такой наклон. Зачем вот это делать? Здесь, тем более, если ты идешь с коляской и ребенком, то вторая коляска уже не пройдет, потому что места, к сожалению, не хватает. Это, друзья, у нас входная группа. О том, чтобы понять, что это входная группа, мы можем только по... Вот этой штуке. И здесь, соответственно, система допуска, ну, по мне, одна из таких недорогих. И смотрится цветовое решение как-то подобрано не очень застройщиком. Ну, если обратить внимание, как подрезали супермастера эту плитку, видно, что то ли они подрезали криво, то ли она сама по себе кривая. Вот видите, здесь какое расстояние, какое сверху. И вот так везде аналогично. Но я, конечно, уже просто молчу о том, что фасады нужно было отмыть, но, наверное, зимой это сделать проблематично. А какие красивые саморезики держат этот красивый фасад. Беленькие. А вот так выглядит главный вход в один из подъездов с данного дома 26 декабря 2023 года. Ну, вот тут видно, плитку клали, накидали клея, тут размазали, тут нет. Как-то вид, тут какие-то, видите, кабель торчит, вот сюда выходит. Прикольно, да, вот прямо здесь специально, чтобы тепло уходило. Про фасад вы уже все поняли, друзья. Если даже смотрите выше, не уделившись наверху, еще более кривее, чем здесь. Гора мусора. Здесь квартиры с отделкой. Вот входная группа. Осмотрим вместе и ищем, где хотя бы название подъезда, нумерация квартир. Вообще ничего нет. Есть обычная система допуска. Есть вот такие дыры. Наверное, чтобы влага туда лучше под фундамент уходила. И все, больше тут ничего нет. Дверь открыта. Здесь у нас тамбур. Есть коврик. Одно из недорогих решений, чтобы просто вытереть вот так ноги. И здорово, что он сделан заподлицо с плиткой. Не споткнете. Здесь у нас рассчитано под консьержу у застройщика. Здесь, возможно, будет сидеть охрана в дальнейшем. И обратите внимание, что доводчик не дожимает двери. И вот по промерзанию видно, что теплый воздух выходит. И поэтому такой, скажем, и не и образовался. Огромное количество проводов. Для чего вот такие петли было делать, мне, честно, непонятно. Штукатурка такая, знаете, обычная. Смотрится, конечно, так себе очень много. Вот таких, знаете, дефектов, что здесь закрасили, где не должны были закрасить штукатурочка немножечко кривенько. И таких нюансов здесь достаточно количество. Мы с вами в лифтовом холле. Радиатор отопления. Пакет с чем-то. Вертикальная разводка труб. Обратите внимание, тут все ржавчине. Еле теплые. Окрашено, конечно, на оценку кол. Куча мусора. Для чего-то здесь ограничительный. А нет, не прикреплено хоть. Сам лифтовой холл достаточно узкий. Здравствуйте. Если обратить внимание, то здесь... О, приехал лифт, а до этого просто была открытая шахта. Супер. Большая высота потолка. На потолке у нас гриля там вроде, знаете, все ничего. Но вот это само расстояние достаточно небольшое. И, соответственно, если кто-то выходит с коляской и с ребенком, то, соответственно, не всегда будет возможность просто взять и разойтись. Ящики для пожаротушения. Здесь мы видим пожарные рукава, все муфты, кран. Смотрите, ничего себе. Тут что-то плохо открывается. Ну, а здесь внизу тоже есть. Ну, и здесь обратить внимание тоже радиаторы. Уже вот эта защита вся помета. Здесь мы видим трубу уходит вниз. Почему-то здесь их забыли покрасить. Ну, покрасить. Соответственно, когда трубы идут вниз, здесь есть технологическое отверстие. И, соответственно, чтобы проходили трубы через перекрытие, здесь есть стаканы. Вот они, друзья, запененные. Ну, чтобы стаканы вниз не упали, их приварили к арматуре. Ну, арматуру забыли опустить чуть ниже для того, чтобы все потом зачекали. Соответственно, вот она здесь сверху красуется. Ну, хотя бы покрасили. Ну, я надеюсь, что просто это так в проекте. А не то, что взял это, сделал так застройщик. Ну, что, давайте поднимемся наверх. Вот это облицовка лифта. Смотрите. Нажимаешь, и оно такая тихонечко вниз проваливается. Качество. А вот здесь, обратите внимание, затирочки не хватило. Наверное, очень редкий материал. В доме проходная-входная группа. Можно забыть и во двор, и с другой стороны, где мы с вами зашли. Обращаю внимание на почтовые ящики. Здесь нумерация. Просто обычная наклеечка. Ну, и в ящике смотрится, так знаете, недорого. Здесь зато тоже есть такой небольшой приемочек, где заподлицо лежит коврик. Ну, все в грязи, не отмыто. Плитка не до определенного уровня. Очень высокие потолки, конечно, радуют. Здесь мы с вами видим, когда монтировали стеклопакет, вот эту подкладку забыли просто убрать, она здесь торчит. Ну, наверное, так у нас в проекте. Не у нас, вернее, у застройщика. А если вы никогда не знали, мы хотели увидеть, как выглядит лифтовая шахта, то выглядит она вот таким образом, друзья. Тут можно посмотреть, как лифт едет потихонечку наверх. Друзья, так как в лифтовом холле нет кнопки вызова лифта, и он такой, скажем, технический для строителей, значит, пойдем пешком наверх. И обратите внимание, как сделан вход. Вот она, алюминиевая дверь. Здесь мы видим бетон. Здесь мы видим то, что либо это, не знаю, упало, либо это сбивало. Торчит арматура, что вообще запрещено. Но могли бы хотя бы цементиком закидать. Но раз сдали, значит сдали. Здесь отсутствует штукатурка. Знаете, ощущение, что была какая-то другая дверь. Потом просто ее демонтировали и поставили вот эту. Здесь деревяшечка, черный саморез, пружинка. Ну да, здесь, похоже, стояла техническая дверь. Ее потом демонтировали и поставили вот эту. Вот такая здесь, друзья, красота. Поднимаясь на второй этаж, а здесь временная коробка с электричеством. Все нормально. И даже есть счетчик. Меркурий-230. Новостройки Москвы. Поднимаюсь по лестничному маршу. Обратите внимание, не зачеканили. Здесь, здесь криво. Плитка одна выше, другая ниже. Тут крестики вообще непонятно, для чем все это. Да уж, о. А здесь обычный марш с бетонного завода. На третьем этаже коробка с автоматами, с розетками, оголенными проводами. Все открыто. Третий этаж. О том, что третий этаж мы можем только узнать по этой надписи. Тут что-то подваривали. Здесь остался скотч. Здесь я вижу, что, обратите внимание, вот он вверх. Трубы проходят через стаканы, потому что, когда дается тепло, труба будет расширяться. И чтобы не было никакой деформации, идут специальные стаканы, которые должны быть зачеканены специальным составом противопожарным. И, соответственно, видно, что там просто дырка. Тамбур сделан очень удобно. Особенно, если вы будете выходить чем-то крупногабаритным. Куча дверей. Никакого-то ограничителя. Поэтому уже на стенке хорошо, хоть она и с бетона. Вот такая есть отметина от ручки. Здесь заходим. Не видно, что указатели, где какая-нибудь, соответственно, находится квартира. Здесь электросчетчики. Слаботочка. Все открыто. Все можно посмотреть. И обратите внимание, как вот это все сделано. Распаячная коробка просто открыта. Хорошо, что там клеймы есть. А не скрутка изолента синяя или черного цвета. Но почему здесь нет потолка в данном доме, для меня, например, загадка. Идем дальше по коридору. Здесь небольшое количество квартир. Дверь обычная, с китайской ручкой. Два, соответственно, замка. И смотрим. Первое. То, что он грязный и кривой. Знаете, такое ощущение, что потолок они где-то бушный купили с какого-то офиса, который съезжал. Направляющие покрасили в белый зачем-то. Ну, забрало хотя бы. Здесь вроде так ничего стоит. И обращаю внимание. Вот, друзья, датчик пожарный. Если вдруг, не дай бог, пожар, то срабатывает датчик и посылает звонок на пульт. Идет сигнал на пульт. И, соответственно, уже принимает решение вызывать МЧС, либо это ложная тревога. А здесь не сработает. Потому что вот этот, видите, синий колпачок, это защитный колпачок. Его нужно было демонтировать. Ну, значит, так в проекте. Не нужно ничего демонтировать. Вот он. Дверь открыта. Можно зайти посмотреть. Белое красивое пану. Глазок. Тук-тук. Можно зайти. Обращаю внимание, что вот в этом доме все квартиры с отделкой. Значит, на входе у нас плитка. Видно, приготовили ламинат. Укладываете вот на подготовленный пол. Смотрите, какая здесь красота. Все смели в серединку, и потом, наверное, будет у людей бугорок. Итак, нужно включить свет. Есть ли тут вообще свет? Да. Санузел. Достаточно большой санузел. Просто широченный. Тут каких-то полочек можно, наверное, наделать, потому что места очень много. Заходим мы. Что это у нас? Это у нас кухня, друзья. На кухне на потолке вот такой бугор. Ну, я надеюсь, это исправят. Но странно, почему сдали дом с отделкой. До сих пор это все без отделки. Скажем так. Так, вентиляция, это просто такая дырка в стене. Здесь тоже, ну, в общем, потолок, я понимаю, на переделку. Уже сразу. Здесь видно, как они клеили. Вот бороздка, вот бороздка, что уже не попадает под ароматив. Соответственно, это все нужно переделать. Это обычный обои на фрезериновой основе, под окраску, разветочные группы. Подрозетник получился. Обратите внимание, друзья, смотрите. Зелененький подрозетник. Вот он там очень глубоко, сантиметра, наверное, на 20 штукатурного слоя. То есть они сделали подрозетник за подлецо стеной. Потом оштукатурили, пробили дырку. По-другому это назвать. И вот подрозетник получается вот там в глубине. А он должен быть заподлицо. Вот видите, как должен быть подрозетник. Вот он зеленого цвета, и он должен быть заподлицо с поверхностью. Потом сюда становится розетка. И их по-нормальному нужно вытаскивать и выносить вот сюда. Здесь мы с вами видим кабель для подключения плиты к духовке. Здесь у нас электричество идет. Такое, знаете, замученное, затоптанное на вот эту лоджию. Лоджия у нас тоже с отделкой. Здесь, обращаем внимание, есть плитка. Смотрите, как все сделано, да, классно. Здесь у нас голый кирпич. Здесь у нас видно, что металлическая труба-утеплитель. Вот они, видите, систему мокрого фасада только начали делать, не доделали. Ну, и дом сдали. Значит, соответственно, вот это все впроекте. Для меня вот на самом деле очень странно, тем более это Москва. Здесь мы видим газоблок. Мы видим, как хорошо проклеено все. Смотрите, как классно, да. То есть они вот такое ощущение, что специально взяли, вот так надрезали. Может, денег им не заплатили. Выводы электричества. Розетка, выключатель. Здесь мы видим так, раз, сетка. Раз, два, три. Через каждые четыре ряда идет сетка газоблока. Заглушки нет. Да, работает тут, ох, как все не очень хорошо. Про грязь я, друзья, молчу. Обои не доклеили, потому что, видно, там большое количество пыли, поэтому их не приклеить. Ну, спасибо, что хотя бы есть газонтальная разводка системы отопления. Но все сделано, конечно, так себе. Вот это, видите, местечко. Почему так стяжечка сделана, непонятно. И я почему-то... А, вот она, дефернель. Лента местами есть в этой стяжке. В общем, меня не удивлю, что он через какое-то время начнет трещать. Ламинат. Эггер. Ну, такой обычный, тоненький, недорогой ламинат. Коридор. Это у нас двухкомнатная квартира. Обычная классика. Небольшая кухня, две комнаты, санузел и ванная комната. Заходим. Обычные белые двери. Ну, кстати, такая ничего, но могли бы вот здесь обои-то доклеить. Вот как это все спрятать? Здесь надо просто их переклеивать. По-другому здесь не сделать. Что-то обоев просто не хватило. Что же за дела такие? Коробка подрезана кривовато. Наличник тоже. Вот видите, плоскость не соблюдена. И вот эти моменты бросаются прямо в глаза. Здесь они подготовили, я так полагаю, основание под укладку ламината тоже. Обои, кстати, такие ничегошные. Смотрится неплохо. Вот рисунок такой, знаете, нейтральный. Слышим, как воздух все дыхал, то задувает на улице практически минус 27. Было, по крайней мере, пока ехал. Слышишь, что сверху идут какие-то работы, но вот здесь хотя бы с потолком нормально. Вот эта комната, раз, два, три, три розеточных группы, все. Больше нет, обычно делают больше. Если здесь, обратите внимание, смотрите, друзья, аналогичная картина, все аналогично. Обоев почему-то не хватило. Здесь тоже должна быть розетка, ее нет, никаких светительных приборов. Обращаю внимание, как торчат оголеные провода. Все должно быть безопасно здесь. Здесь очень странно, что и у нас есть пожарные нормативы, в соответствии с которым здесь должны быть подключены к пульту управления в диспетчерскую, где управляющая компания, как правило, сидит. Здесь датчики, и, соответственно, датчиков-то нет. И сразу вопрос пожарной сигнализации, как она вообще здесь функционирует и как ее принимала госкомиссия. Если обратить внимание на прилегание наличника к стене, то видим вот здесь вот такой проем. То есть понимаем, что стена волной идет, она кривая. Так, заходим, еще одна комната. Тут у нас стременка. А тут у нас такой порванный потолок. Ну, так и должно быть, похоже, так и должно быть. Ну, знаете, что-то у меня впечатление не очень, честно, положительное о том, то, что я вижу. Да, понятно, в свое время люди приобретали недорого квартиры, но они же приобретали их за деньги. Застройщик взял обязательно, надо выполнять. Все как-то так. И давайте посмотрим, что у нас тут с ванной. Включил свет. Ванная комната. Это у нас электрический полотенцесушитель, который подключить некуда, потому что, видите, есть... Вот, видите, как должен быть подразильник. Вот он зеленого цвета, и он должен быть заподлицо с поверхностью. Потом сюда ставится розетка. Вот провода, вот они у нас. То есть, это все подготовлено к монтажу, но ничего не сделано. Ну, а мы видим с вами ванную комнату. Мы видим, что здесь не хватило плитки. Экран идет под наклоном. Мы с вами видим раковину. Две розетки заземленных. Должны быть, по крайней мере. Здесь тоже все очень красиво сделано. Такой, знаете... Работа такая, блин, ну не знаю, конечно, даже как это назвать. Экран самый дешевый, что вообще есть. С под низом кучей мусором. Тут что-то наворотили. Ничего. Так, ну вода может быть отключена, поэтому ее здесь нет. Ну, тоже смотрите, да. Сделали плитку, здорово. Почему не прошлись герметиком? Почему здесь вот такие дырки? То есть, это кто-то должен потом, после вас, доделывать. Значит... О-о-о-о-о! Друзья, ну вот смотрите, это труба. Она к чему-то подключена. И если сюда дадут напор воды, то, соответственно, скотч этот прорвется и затопит все. Друзья, это у нас третий этаж. И здесь есть счетчики на воду. Сделано все очень ровно. Все как и должно быть. То есть, для удобства людей. Куча мусора. Ну, спасибо, что тепло-шумоизоляция. Хотя бы есть... Ну, понимаете, вот эти моменты, что с третьего этажа затопите, соответственно, по первой. Надеюсь, выше на этажах нет. Сейчас пойдем посмотрим. Две квартиры. К примеру, чрезвычайная ситуация. Вам всем нужно выйти или, наоборот, закрыть. Вот одни выходят. И вот блокируют других. То есть, одни вышли, спаслись. А другие чуть позже спаслись. И вот это по-нормальному. Не должно было быть этого. Так выглядит коллектор системы отопления. Держится крепко. Есть клапаны для сброса воздуха. Щетчики работают. Ну, естественно, куда же без мусора. А вот как раз наглядно можно посмотреть. Вот она, тепло-шумоизоляция. И она должна скрепляться вот на таких скобах, чтобы не расходилось. Но здесь уже мы видели, что скоб никаких нет. Просто прорезали ножом туда, вставили кривокусы. И так пойдет. Паза гребень. А на третьем этаже есть кнопка вызова лифта ELM. Да, классная отделка. О, смотрите, а здесь такой цвет, а здесь такой цвет. Ровно было не сделать. Блин, ну-то кассипуры. Трубы, конечно, очень, так знаете, брутально смотрятся. Просто такая красота. Да, вот он, видите, проход через монолитные перекрытия. И стаканы ничем не зачеканены. После укладки плитки крестики надо вытаскивать, уважаемый застройщик. Ну, что ж это такое-то, господи. Как так можно? А здесь, видите, тоже затирки-то не хватило, сэкономили. А вот обратите внимание, как у кнопки. Что это вообще такое? Как так? Две заклепки, блин, даже ровно не смогли сделать, блин, позорщики. Тут все открыто. Ну, на третьем этаже понятно, что никакие пожарные рукава не нужны, никакие муфты не нужны. Вот это что у нас? Это у нас, смотрите, провод. Вот. Куда он идет-то? А непонятно, куда он идет. И вот его так просто вот здесь намотали. Ну, значит, так, друзья, в проекте. О! Нормально. Красавчики. Молодцы. Что тут скажешь? Я даже не знаю, как это все открыть. Да, наверное, уже нельзя открыть. А еще одна у нас квартира, друзья, при входе. Вот он, планировка такая, знаете, вот сюда, наверное, какой-то мини-шкаф можно поставить, или просто тумбочку, как в советское время. Смотрите, а дверь-то открывается у нас вовнутрь. Вообще у нас по правилам двери должны открываться наружу, потому что это безопасность. И вот это должно быть наоборот. То есть вот здесь должно быть панно, а вот здесь должна быть просто серая вот эта же дверь, с номером квартиры 1448. То есть, представляете, да, если, например, вас хотят там взломать дверь, то они, получается, большое усилие нужно делать. А здесь, получается, пару раз долбануло, и все, и она вот сюда и открылась. Ну, ограничителя, понятно, что нет. Санузел. Плитка. Бордюрчиков здесь нет. Затирочки местами тоже нет. Ну, все как надо. Недорогая плиточка. А, нет, слушайте, не самая дешевая. Ну, смотрите, кстати, плитка прикольная. Вот эта белая мне нравится. Тут у нас такое потайное место. Двери, кстати, обычные белые, но вот мне нравится, знаете, что здесь нет никаких филенок. Дверька смотрится неплохо, фурнитура обычная. Она простая, и к этой двери все подойдет. Значит, отсюда у нас проход в кухню-гостиную. Здесь, ну-ка, свет-то есть. Вот видите, выключателя нет. Новый из данной дома. Ладно, открываем дверь. И вот здесь, смотрите, друзья, видите, обратите внимание, что здесь просто вот не хватило штукатурки. И вот я когда показываю вам места, когда нет, когда вот просто идет стена, и сюда в дальнейшем монтирую дверь. Видите, как вот сделать ровно, идеально можно, конечно, но здесь у ребят строительнее получилось. Заходим, здесь у нас большая кухня-гостиная, большое количество света, большая площадь, все здорово, все классно. Угловое окно, мне это нравится, много, соответственно, света дневного, это тоже очень здорово. Можно посмотреть, как во дворе играют твои дети, посмотреть на кривой косой фасад. Здесь обычно, когда сдают дома, то кабель, соответственно, должен быть чем-то закрыт, чтобы, не дай бог, никого не ударило электричеством. Здесь мы видим полосы, тут почему-то розетки тоже не хватило. Трубы, видите, как-то одноровности, это вторая под наклоном под 45 градусов. И, смотрите, вот здесь у вас должна быть кухня. То есть вот здесь, получается, никакой плитки, никакого фартуха у вас не будет. Почему? Да потому что здесь вот такая ревизия есть, чтобы ее открыть. Здесь мы видим обычные блоки из гипса, которые, вот видите, вот смотрите, как качественно, вот все сыпется. То есть он уже был разрушен, его сюда просто смонтировали. Держится вот на красиво все вот на таких черных саморезах. Смотрите, здесь поворотный механизм, это просто саморез вкрутили здесь и вкрутили здесь. Класс! Тепло-шумоизоляция, то есть нужно было здесь вырезать, но лень было, или за это не платят. Счетчики. Соответственно, вот он счетчик. О, ребят, смотрите, просто, друзья, здесь не закреплено. Я вообще не понимаю, вот воду дадут и все, как это? Если кран открыт, то все потечет вниз. То есть она должна смотреть вот сюда на вас, чтобы было это удобно. Здесь счетчик перевернут, здесь он перевернут, и вот здесь снова труба. О, смотрите. То есть понимаю, что вот эта труба идет сюда. А куда ее подключить, если она не подключена? То есть для того, чтобы подключить воду, придется вот это все самим демонтировать. То есть сюда никак не подобраться. Как воду сюда включить? Не горячую, не холодную. А, вот, все понятно. Смотрите. Круто, да? Вон, видите. Поворачиваю тут, крутится здесь. Нормально? Как вам? Напишите в комментариях, как вам это все, друзья. Класс. А это канализация. Должно быть. А тут у нас просто гипс похож. Это у нас комната. Два окна. Большое количество остекления. Все супер. Но если обращаешь внимание, как застройщик подрезал заход от системы отопления воды, да, видите, прямоугольники, то есть есть специальные фрезы, чтобы это все ровненько сделать, красиво. И здесь, обратите внимание, вот аналогично. Просто это просто какой-то ужас. Просто ужас. Ну, не считая вот таких мест. Здесь у нас есть корзина, в которой нужно монтировать кондиционер. И я вот, например, смотрю, друзья, вот напишите в комментариях, мне просто очень плохо видно, потому что далеко, есть ли там уже проведенные технологические отверстия от застройщика для того, чтобы можно было протащить электрокабель и, соответственно, под сток для кондиционера. Но вот этого здесь ничего не вижу. Соответственно, ты его должен куда-то, наверное, сюда поставить, и придется все бурить. Какие-то сопли будут висеть. Ну, по мне, как-то по-дурацки придумано. Наверное, это можно так сказать. Еще одна у нас с вами комната. Здесь вот система отопления сделана аналогично. Ну, убогенькая я это по-другому не назову. Стеклопакет, вот ручки. Блин, ну, вот она вот просто наискосок, да? То есть она не заходит, и слышно, как воздух теплый выходит или холодный заходит. Ну, с розетками и выключателями здесь тоже ничего нет. И ванна в данном доме. Ну, вот здесь должен быть порожек. Порожка нет. Обращаю внимание, что тут идут коммуникации. Ну, такая штука, она не очень. Трубы все в какой-то уже, а в колею. А кран был полностью вообще открыт. Здесь, смотрите, как классно сделано. О, красавчики. Куча мусора, там просто дырки. Тут плитки нет. Если вы в дальнейшем, к примеру, вот почему, смотрите, надо обязательно смотреть момент, что есть под ванной. Есть ли вообще плитка, видите, ее до конца там нет. В дальнейшем вы захотите поменять ванну, там сделать душевой подон. А у вас нет плитки, вам придется подбирать и искать такую же плитку, чтобы сделать. Герметикам не прошлись. Причем, знаете, все подрезаны-то не так-то ровно, как хотелось бы. Здесь даже затирки нет. Вот она здесь есть, тут уже нет. Электрополотенце-сушитель. Ну, в принципе, здесь все. Пойдемте дальше. Поднимаешься по лестничному маршу. Халобысь, а здесь просто плитки нет. По фэншую. Идем выше. Такой же грязный лестничный марш. Еще одной плитки нет. И здесь тоже плитки нет. А кому-то, друзья, повезло в этой квартире с монтажом радиатора. Обратите внимание, как он ровно смонтирован застройщиком. Лоджия с отделкой. Вот у меня сразу вопрос. А нафига здесь 10 сантиметров клея? Для чего? Чтобы вот это... А, они здесь, понятно, здесь они вот так решили. Господи, Боже мой. Как вот это просто трындец. Реальный трындец. Значит, вот металлическая труба. Соответственно, вот вторая. Вторая на одном манкере держится в перекрытии. А эта не держится. Она просто висит. На цементе, наверное, держится. Как держится коробка в вашем новом доме? Вот так. Так, поднимаюсь выше. А, здесь, смотрите, плиточки-то хватило. О, как бывает. Какая красота! Какая красота! Все открыто. Слышно, что еще идет отделка. Здесь все аналогично. Панели не закрыты. А зачем? И так нормально. Наличники. Здесь еще наличники. Здравствуйте. Да, друзья. Классная новостройка. Зашел на лестничный марш. Обращаю внимание, что вот здесь слаботочечка у нас вот так висит. Пена монтажная. Чтобы не питать иллюзий. Тут плитки не хватает. Ну, вот такая красота. А вот так и разбивают стекло. Пакеты я это снял. Мы с вами в секции, друзья, где нету застройщика отделки. Есть аналогичные двери. Обратите внимание, они все открываются наружу. Вот так заходят в квартиру. Это со свободной планировкой, как это называют. Но, сами понимаете, если вы здесь что-то построите дополнительно, то это нужно согласовывать перед тем, как вообще что-то делать. Обратная горячая вода. Горячая вода. Позагребневые плиты. Отделили ванну. Здесь, соответственно, стояки. Это у нас держатель под кусок УСБшки, потому что... Вот видно, они резали монолитное перекрытие, чтобы что-то там провести. Возможно, вентиляцию. Только непонятно, для чего столько много отрезали. Это трубы. Вот так не должно быть. При этом, вот смотрите, вот она противопожарная муфта. Там специально есть гранулы, которые температуры расширяются в десятки раз больше, чем она. И, соответственно, перекрывают доступ, если есть будет пожар, на следующее перекрытие. Вверх или вниз. Здесь мы видим, что есть, а здесь почему-то нет. Видим, что по нормативам здесь пожарный рукав. Оставили это для тушения вручную в квартире. Счетчики тоже... О, смотрите, как все. Ну, так разве должно быть, друзья? Ну, тепло-шумоизоляция такая, конечно. Видите, здесь на скобка есть. Тут такое ощущение, что они ее приклеили. Ну, зачем там. Плиты тоже такое ощущение, что, знаете, какие-то бракованные. Здесь какой-то вырез, тут все отбито. И вот, смотрите, вот это место, видите? Смотрите, друзья, пропилили так, что видно следующий этаж. Классно, да? Как вам? Напишите в комментарии. Итак, рассказываю. Вот она шпилька, проволока. Подтягивают ОСБ к перекрытию. На перекрытии как раз лежит вот эта арматура и вот эта проволока. То есть здесь, видите, есть технологическое отверстие, которое вылито было изначально, но, видно, оно никому не нужно. И его просто зачеканили здесь никакого бетона, просто цементным раствором. И вот здесь аналогично. Вот, видите, немножко кривовато сделали, но, наверное, нормально. А вот она вентиляция. Интересно, а в следующую секцию просто на высшей этаже шума идет, и у них там типа такого же нет. Надо подняться, посмотреть. К соседям мы видим стенку из газоблока. Чем плотнее материал, тем у него лучше звукоизоляция. Если это только газоблок, например, стенка в 20 см, то, естественно, вы будете слышать, как соседи, к примеру, за стенкой пылесосят. И если себе делается отделку, то, конечно, лучше сразу сделать звукоизоляцию, чтобы потом не слушать разговоры с соседями. Здесь мы видим обычный монтажный шов. Это монтажная пена. Окна смонтированы на пластинах. Здесь были уголки их вытащили, должны были подпенить, но не подпенили. Тут немножко пену не обрезали, но это такая ерунда. Радиатор отопления. Вот видите, вот клинышки не вытащили, а их нужно вытаскивать. Ну, что уж поделать, все как есть. Ну и кучу мусора оставили. А еще одна квартира, конечно, здесь инженерные системы действительно инновационные. Так строили, наверное, еще тысячу лет назад. Вот они, друзья, стаканы. Обращаю внимание, что просто оттуда сифонит. Соответственно, там ничего нет, никакого шнура. Тебе даже пены монтажные не смогли туда задуть. Здесь, если обратить внимание, тоже никаких пожарных манжетов нет. Все, наверное, так и должно быть и по проекту. А здесь из венканала капает водичка. Прям вот сюда. Итак, канализация. О, а здесь пожарная муфта есть. Смотрите, видите, беленькая наверху, а там почему-то не было. Ну, в общем, конечно, странно все сделано. И нет ощущений, знаете, что это все доделано. Ну, тут понятно, влага, скорее всего, от того, что давали отопление где-то была протечка. Надеюсь, все исправили. Свободная планировка, так называемая, большое количество окон. Это, конечно, приятно. Причем, обратите внимание, что окон действительно широкий. Здесь большое количество в помещениях света. Ну, вот, например, штапик, когда монтировать, надо это все делать аккуратнее. Тоже странно. Здесь есть парализационная мастика, причем там под ней пена. Там ее не было, ничем не закрыто. Ну, в общем, как-то здесь разное количество применил, видно, застройщик технологий при монтаже этого здания. Вот здесь, я не знаю, то ли здесь какое-то оборудование крепили. Вот, обратите внимание, то ли так в проекте нарисованы. Радиаторы, смотрите, друзья, это лучший, самый ровный монтаж радиаторов, защитный вот эту кожу, смотрите, какой красивый, здесь, здесь. А это же стоит денег. Слышите свист? Это вот, надо настраивать окна. Вроде окна-то, вроде, должны быть неплохие, новые, но почему-то все сделано так. Тяп-ляп. Теплопотери? Не, не слышали. Потом не удивляйтесь, что вы слышите, друзья, своих соседей. Значит, есть интересная квартира. Значит, входная группа, мы видим здесь вентиляцию, соответственно, здесь должна быть либо ванная, либо кухня. Мы здесь видим канализационную трубу, и мы видим трубы, там, горячая, холодная вода и проходные трубы. Ну, тут немножко мусора, надеюсь, вытащат жильцы уже. И мы видим вот здесь тоже, то ли это кухня, то ли это, соответственно, ванная, непонятно. Вот потому что здесь есть вентиляция, и здесь больше никаких труб нет. То есть, соответственно, если, к примеру, вот здесь расположена кухня, то с вентиляцией все понятно, но воду нам нужно будет тащить оттуда. Либо по полу, либо как-то сверху это все пускать. И по мне, на самом деле, достаточно спорное решение. Если у кого-то есть вот такая же планировка квартиры, вот с одним только таким местом, где есть канализация и вода, напишите, пожалуйста, в комментарии. Это так и должно быть, либо здесь кто-то накосячил. Еще один дом, друзья, сданный из этой же серии с Мэти. Просто дырка на улицу. Теплопотери колоссальные. За это кто будет платить? Все те, кто подписал акт приема-передачи. Аналогичные почтовые ящики, плитка, нет какой-то аккуратности, энергетик. О, какая красота! Дошел до 24 этажа пешком. И сейчас посмотрим с вами лифтовой холл. На первый взгляд, обычный лифтовой холл в обычном доме. Но есть нюанс. Почему-то здесь открыты двери, и можно просто улететь вниз. А лететь, друзья, очень-очень высоко. Хотите тоже рассказать про свой дом, про какие-то особенности, поделиться своим мнением, положительным, либо отрицательным, вы можете написать в мой телеграм. Для этого я специально оставил ссылку в описании к этому видео. Напишите в комментариях ваше впечатление того, что вы увидели. Напомню, здесь квартиры стоят однокомнатные от 7 миллионов рублей. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok